Про предварительные соревнования завтрашнего дня финального Мандич увеличивает отрыв Я говорил, что Эрио далеко не в лучшей форме Олимпийская чемпионка на домашнем мундиале И сейчас снова, как и в полуфинале, у нее большие проблемы Вопрос, сможет ли она в этот раз вернуться в бой И вырвать победу Сегодня у нас в шестой день чемпионата мира Балат Изудинов Подошел до четвертьфинала весовой категории до 63 кг Балат Молодец Победил Шаблыча Симона из Румынии 25-5 Председатель Индии Саурабу 19-1 И колумбийца победил сильного Альвара Гомеса Со счетом 11-9 Но, к сожалению, Изудинов проиграл азербайджанцу Мохаммаду Мамадову Со счетом 7-11 и останется без медали завтра До 57 кг выступала сегодня россиянка Екатерина Ким Она начала убедительно Победила Пуэрториканку сухим счетом 6-0 А не от Акуенда Но потом была слабее Бруно Вулетич В 1-16 финале даже раньше, чем мы, наверное, могли представить Выбила себя из борьбы российская девушка Так что в этих двух весовых категориях сборная России без медали Завтра у нас будет насыщенный день К сожалению, не самые успешные для сборной России весовые категории завтра Но там яркие спортсмены Там, конечно же, Джей Джонс, двукратная олимпийская чемпионка Просто фантастический мастер женского хэквонда Принаслаждаемся ее поединками завтра Ну а сборная России Даже если на этом чемпионате так и останется с пятью медалями Она в любом случае, получается, выступает лучше, чем на прошлом чемпионате Двухлетней давности в Челябинске Там было семь медалей, здесь пять Но там два серебра, здесь три серебра Там нет золота, здесь было золото Там, правда, больше бронзовых наград Но не в этом счастье А счастье, конечно же, в том, что Максим Хромцов стал первым чемпионом мира Вот это действительно достижение Жалко, что, конечно, у Владислава Ларина сегодня не получилось еще одну золотую медаль сборной России принести Очень нам хотелось, чтобы эта медаль случилась Тем более, что Ларин как раз и шел к ней Ларин великолепный был в форме У Ларина и по рейтингу все было в порядке В том году, я говорю, чемпионат Европы взял легко и непринужденно Наш спортсмен Но ничего, возьмет реванш он у Александра Бахмана Если Бахман приедет в Москву на гран-при И при нашей уже публике отомстит И вот вновь пробуждение кореянки Вновь это происходит во второй части боя Во втором раунде проснулась Эрио, олимпийская чемпионка И проигрывавшая 1-4, потом 3-4 Теперь уже лидирует 8-4 Удивительной храбрости девушка Загоняет себя в угол, а потом Из сложной ситуации блестяще выбирается 8-5 Пока еще борьба в этом финале не завершена Из левой стойки хорошо очень контролирует ситуацию Эрио Она уже не подпустит, поверьте мне, Мандич И у Мандича единственный шанс – это удар с разворота Давайте еще раз перечислим призеров этого чемпионата От сборной России Может быть у кого-то не получится завтра наши утренние эфиры посмотреть Итак, Максим Хромцов с золотом до 74 килограммов Михаил Артамонов с серебро до 58 килограммов Татьяна Кудашова с серебро до 53 килограммов Владислав Ларин серебро до 87 килограммов И Роман Кузнецов бронза свыше 87 килограммов Пять медалей в активе сборной России на корейском чемпионате мира 2017 года Ну и сколько человек у нас в шаге от медали остановилось И почти все оставшиеся наши ребята Это и Карина Жданова И Ольга Иванова Чемпионка мира 2013 года Вот здесь вот в перерыве получают решающие консультации, наставления Финалистки Конечно у сборной Южной Кореи реальный шанс досрочно выиграть первое место в общекомандном зачете Если сейчас их девушка возьмет пятое золото Просто из оставшихся на последний день четырех весовых категорий Ну не сможет никто из сборных три золота в один день взять Это маловероятно Значит пятая золотая медаль Южной Кореи Ближайшие преследователи это турки Две медали, три они вряд ли завтра возьмут Так что Южная Корея досрочно выигрывает общекомандный зачет Апелляция здесь отклонена Корейцы воодушевлены этим событием Ну еще у нас весовая категория, не будем забывать, до 80 килограммов Там Антон Катков, представляющий также Карелию Как и Владислав Ларин, сегодняшний серебряный призер Антон Катков тоже ветеран команды Но Антон Катков имеет колоссальный опыт выступления на чемпионатах мира Потому что Антон выиграл в 2013 году в Пуэбле бронзовую награду Так что рано еще до конца подводить итоги выступления нашей команды здесь Пять медалей это сегодняшняя данность Еще все можно изменить в лучшую сторону А куда уж и лучше, когда есть золото и три серебра Антон Катков и будет еще у нас выступать Татьяна Кузьмина Это весовая категория До 62 килограммов Так что Завтра окончательные итоги подведем А пока дождемся кто же станет лучше в мире В этом весе до 73 килограммов Борьба вся еще впереди Потому что счет 9-7 Не узаконил пока чемпионство олимпийской Чемпионесс Эри О Она впереди по-прежнему Но милица Мандич из сборной Сербии Пытается сборной Сербии вторую золотую медаль на этом чемпионате принести Напоминаю, что в второй соревновательный день Ваня Станкович уже Сербию золотом порадовала Из левой стойки Правая опорная нога у Хариянки Аналогичная ситуация Левая опорная, правая бьющая у Сербии Но Коля не получается ногами Рукой пытается Милица Мандич Отыграть отставание в 2 очка Это сложнее чем на голову на 3 Кстати удар в голову вообще сделает чемпионка Мандич Но чувствует, что нужно идти вперед и Кореянка 11-10 Смотри, чуть жилет не отрывает сейчас Мандич Два удара в голову провела Все спокойно, говорит Кореянка Да, такой холодный душ вылила на нее сербская спортсменка Показывала дважды, что будет бить по жилету Даже цепляла его ногой А потом тут же умудрялась перевести Что не свойственно так ошибаться корейцам Дважды в одно место нашли атаку И теперь впереди на 3 очка Мандича Вот вам и революция в этом финале Вот вам и форма И самая лучшая олимпийская чемпионка Эри О Так что о том, что корейцы выиграли Общекомандные зачеты Взяли 5 золото Мы тоже, наверное, раньше времени сказали Точнее, Минцемандич нас услышала, разозлилась И пошла побеждать Да, еще одно штрафное очко Не права сейчас Эри О Затяжка боя Захват был 15-11 Мандич добавляет жилет И раскладывает свою соперницу По всем статьям Корейцы прямо Не то, что приуныли Корейцы Здесь такой легкий Гул стоит в зале На арене Тайквондо вон Т1 В Муджу Они просто в шоке Кто мог подумать Два спайна раунда Кореянка Набирала себе Как курочка по зернышку Очки результативные Чтобы стать чемпионкой мира И вот двумя ударами На 6 очков Каждый в одно и то же место В шлем Принесли Мандич Лидерство Правда, сейчас корейцы Пытаются оспорить последний эпизод Когда Кореянка вытесняла За пределы корта Мандич Там, возможно, успела Кореянка Нанести еще удар Вот хотят Заработать этим Этим протестом Этой апелляции Два очка корейцы Если так получится То нервная концовка Этому сражению Финальному обеспечена Вот он видеоповтор Ну, конечно, издалека нам не видно Так хорошо, как это видно За компьютером Судим Речь о том, что Мандич Вышло двумя ногами Да, вышло Это видно Значит, будет штраф Апелляция Впервые, похоже Вот сколько мы видеоповторов Сегодня 5, по-моему, посмотрели Впервые на сторону Спортсменов Судьи встают Так что Этот удар На 2 очка Засчитан Штраф И все-таки 5 очков В отставании Вытесняет Эрио Мандич Та держится на одном пальце Правой ноги Как балерина Так и не выходит За пределы Двумя ногами Штрафа не будет Только за уклонение Будет штраф И сейчас еще один Продолжение следует...